Можно было бы сказать, что такова смелость и путинских холопов только благодаря тому, что Китай якобы сдружился с Россией. Но и тут мимо. Китай отказался от поставок оружия России после звонка президента США. Что ни день, то новая стратегическая победа геополитического многоходовочника. Но можно не переживать. В Россию все же будут поставлять боеприпасы. Но есть один маленький нюанс. Президент Франции продемонстрировал журналистам карту с российскими территориями и расположенными на них военными базами, с которых наносятся удары по Украине. Так он аргументировал вопрос, зачем разрешать ВСУ бить оружием союзников по России. Эта карта показывает, что украинская земля фактически подвергается атакам с баз в России. Так как же вы объясните украинцам, что нужно будет защищать эти города, все, что мы видим в этом в это время вокруг Харькова, если мы им скажем, вам нельзя добираться до баз, откуда стреляют ракеты. Фактически мы говорим им. Мы поставляем оружие, но вы не должны себя защищать. Поэтому мы остаемся ровно в тех же рамках. Мы считаем, что мы обязаны им нейтрализовать военные объекты, с которых запускают ракеты, и военные объекты, с которых нападают на Украину. Но мы не должны позволить Украине поразить другие цели в России, конечно, гражданские или другие военные объекты. Похожей позицией придерживается агент Секнато Столтенберг, убеждая ЕС, что это не делает НАТО частью войны. А замглавы Минобороны Польши Цезарь Томчик заявил, что Украина может использовать оружие по своему усмотрению и подчеркнул, что в этом плане не должно быть никаких ограничений.